Приветствую всех, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире репост. Интересных новостей в сети сегодня достаточно. И о них расскажу я, Юлия Немзорова. Сегодня стартуем с новости от фейсбук-сообщества Город Эп. В семье автомобили должников по алиментам приставы начали пускать с молотка. Главная тенденция именно продажа автомобилей должников по алиментам. До сих пора угроза, что машина водителя-должника уйдет с молотка, была скорее гипотетической. Скорее неплательщика даже брали на испуг. Теперь все меняется. Служба судебных исполнителей перешла к жестким мерам в отношении должников. Машины хронических неплательщиков алиментов активно забираются на штрафстоянки и продаются с торгов. Конечно, если водитель-родитель не хочет расставаться с машиной, он может остановить аукцион, оплатив долг. Номера практически всех автомобилей республики внесены в единую базу МВД. Пользуясь ей, полицейские заранее знают, в какой именно машине находится неплательщик. Его останавливают и сообщают, что его автомобиль будет изъят и водворен на штрафстоянку. Раньше действовали мягче. Арестованные машины нередко оставались у самих должников на ответственном хранении. Если же человек не оплатил, забрать и продать в конечном счете могли не всю машину, а что-то из нее, например, магнитолу. Ведь по правилам цена арестованного имущества должна быть соразмерна размеру долга. Но суммы накопленных штрафов растут и время церемоний проходит. В итоге число злостных должников стало снижаться, хотя не так резко. Пока. Не уходим далеко из ВКО. Телеграмеры сообщают о регионе интересные новости. В Усть-Каменогорске отцов обязали вернуть государству свыше 200 миллионов тенге. Дело в том, что в 2018 году более 250 мужчин в этом городе оформили на себя пособие по уходу за ребенком до одного года и получили декретные пособия, не теряя при этом своих официальных доходов. В фонде соцстрахования пояснили, что проблема возникла из-за путаницы в законе. Так как цитата в основном оформились в первом полугодии 2018 года, согласно действующему закону на то время. Филиал фонда мог проверить только документы согласно перечню стандарта. В него документы, подтверждающие доход, не входили. И из-за этого всего теперь каждая семья должна вернуть государству около одного миллиона тенге. А если бы проверки провели своевременно, а не через два с половиной года, то возвращать ничего бы не пришлось. Тот момент, когда о таких случаях лучше узнавать просто из новостей. Продолжим другой интересной темой. Помните, сетевики возмущались, что казахстанцы, возвращающиеся с отдыха из-за границы, прилетают без ПЦР-тестов, чтобы сэкономить? Так вот, пишет Казачков в своем телеграм-канале. Халява заканчивается. Несмотря на то, что наши соотечественники, выезжающие за рубеж, освоили ноу-хау по сдаче ПЦР, в некоторых странах это весьма дорогое удовольствие. Поэтому они прилетают на родину без результатов анализа. А родина за свой счет проводит тестирование и держит человека в комфортабельной гостинице, пока не готова заключения. Если результат отрицательный, можно ехать домой безо всяких дополнительных затрат. Похоже, властей это стало напрягать. Вот и начались контурмеры. В ЗТБ Казахстана публиковали видео из аэропорта Алматы, где вернувшихся с отдыха в отеле решили сразу не отвозить. В Казахстан лучше прилетать с готовым отрицательным ПЦР. Иначе можете попасть вот в такую ситуацию, пишет автор. Люди приехали из-за границы, должны были принять тест на корону, а людей держали в аэропорту больше трех часов. Отель для карантина был не готов, автобусами, как оказалось, тоже не сразу обеспечили. Комментаторы посчитали эти меры слишком жесткими, ведь казахстанцы платят взносы за медстрахование. И, судя по тону постов в сети, многие воспользоваться услугами врачей по ОСМС не могут. Поэтому просто предложили законотворцам включить расходы на ПЦР по прилете и размещение в гостинице в перечень страховых услуг. Идем далее. Телеграм-канал Остановка 98 показывает будни стартаперов. Комментаторов история потрясла до смеха. Ничего необычного, просто... Останчанин сделал подкоп, чтобы повторить преступление пятилетней давности. Речь идет о расхитителе подземных кабелей. Заранее изучив местность, мужчина сделал подкоп к тоннелю, где находилась электросеть. Затем он проник внутрь и пытался срезать кабель. Но вора поймали. С поличным. Оказалось, что пять лет назад мужчину уже ловили на краже электросетей. Полиция отмечает, что в этом году вор тщательно изучил, как проложен провод и был во всеоружии. Взял с собой резиновые перчатки и набор электрика. Но не получилось. Закоротило. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте.